Мы идем гулять. Я встала рано. Идем с Персиком. Персик счастливый. Очень тепло, я хожу зимой вот так. Ну что, ребятушки, веслоушку забирают в хорошие руки в Петербург. Через недельку-две ее надо отвозить. Ее забирают. Мы сейчас едем в Георгиевск. В общем, я решила сдавать прям все анализы крови. Вот мы сейчас поедем. Да? Ой, какая ты красотка. Мурлыка такая. Сказали, мы не верим, ребята. Сказали, мы не верим, что ее не могут никак забрать. Она же такая красивая, породистая. А тут, оказывается, все. Ее забирают. Красотка. Мурчит как послушать. Все, Персик Валерика больше не кусает. А тот сокол с зубами. Он достойный пес. Персик. Вон такой этот пес. Достойно питается. Посмотри, как. Сейчас этот у него попытается украсть. У него телохранитель. Вот он свой. Этот не подпускает. Персик. Дай чуть-чуть. А, вон он кому свои апартаменты ставил. А, вон теперь тут кто живет. О, вон. Не подпустит. О, у него тут целая иерархия теперь. Луасик, да ты покажи, давай, давай. Давай, покажи. Ай, молодец. Кузя сегодня опять гуляет. У нас лето начинается в январе месяце. Кузя. Ага, сэй. Видит, видит, видит. Хочет спрыгнуть. Собаки окружили. А ему все надо. Ему все, но он не понимает, потому что. А, ну-ка, подожди, сейчас посмотрим. Бывает, мама, Джон, сколько собак у нас. Кузя, Кузя среди них как свой. Конечно, он кастунный ход. Пошел, пошел, пошел. Ага, и видит, видишь, он видит, что там обоих. Бублик. Герда такая защитница. Кузя, деловой. Пошел по делам, короче, Кузьма Дмитриевич. Нет, первый раз. Первый раз так четко. Он, когда ставит цель, он не видит препятствий. Да, он так красиво. Это просто собаки. Да. Ага, наверху. Как он вчера до сена дошел? Удивительно вообще. Ариночка, только отойдите, может, он так же красиво. Отлично, ты отойдите. Он вообще только направо ходил. Он к сену идет. Все, Кузя пошел до девочек. А то орется на меня. Все, Кузя, как будто, знаешь, нормальный кот. Не инвалид. То, что мы его с пипеточки кормим, тут не скажешь. Кузя, ты притворяешься, да, оказывается? Оказывается, ты здоровый кот. Мы покормили, с ложки притворяются. Кузя уже по двору ходит. Кузя, ты еще вообще целенаправленно куда идешь. Кузя, вообще... Кузя, посмотри, какой стал. Офигеть. Так ровно ходит, как обычный кот. Походка какая. Пошел к бабушке. А видишь, он и лапы задние, передние, на ступеньки ставит, как полагается. Да, да. Да я уже не скажу, что он инвалид. Персик. Положили мы веслоушку в багажник наш. Огромнейший. Все. Веслоушечка, давай. Пока. Кузькина. О, декучки, покажи свою улыбочку. Покажи свою улыбочку. Покажи свою премиальную. Этот пес, который на трех лапах бегал. Видео выйдет потом. На трех лапах бегал, я его столько покормила. Мы приехали в Георгиевск. Пойдем, малышечка. Малышка скажет в шоке. Закрывайте. Приехали. Можно проснимать? О, какой красот. О, тяжеленький, хорошенький. Арина, подержи. Шерсть у него короткая, да, я так понимаю? Вот, надо с мальчиком, чтобы такой, да, было. А как, по квартире у него шерсть тоже, да, летает? Да, летает. Но у него сейчас стресс, он не любит ездить в ветеринарные пеньки. Потому что шерсть выпадает. Так, что ты? У него стресс. Аккуратно, аккуратно. А может? Ну, хочешь не знать ее характер. Ой, какая деловая. Арина, ты видела таких когда-нибудь? Не знаю. Ну, ты что, отключили? Сказали мы целый час. Оказалось, врач, там очередь огромная. Врач сказала, пошла на операцию, работать еще им два часа. Операция там минимум час будет длиться. И там еще такая очередь. Короче, придется нам ехать домой теперь с Георгиевской. Короче, я не знаю, что делать. Попробую завтра, может, с утра рано приехать. И тоже не ближний свет в другой город ехать. Ну, купила я два огромнейших пакета разных фирм. Вот такие, это на дорогу, вот такие большие. Ну, короче, часть оставлю здесь, вот сюда, на дорогу. Часть, цаца уже почти все съела. Дикая кошка, ну, там некоторые кошки. Кузечка, вышла, не поверите, на 2468 рублей. Еще я купила почти на 1000 рублей для Кузечки вот эту грудку куриную. И, ну, мы взяли хребты для собак и ляжки. Кузя, потому что только такой ест. Девочка моя. Короче, нас не пустили, сказали там операция. Но мы сейчас тут погуляли-погуляли. Видите, мы в Георгиевске тут красивенько. Погуляли-погуляли. И сейчас поедем опять. Может, поймаем врачей, чтобы кровь нам забрали. Косичка, Косичка, сегодня так тепло. Вообще, очень тепло. Нас записали на понедельник. А сегодня у нас пятница, да, или четверг? Дала я вот это, что я купила. Киса весь день не ела. Вон, ест, бедненькая. Слушай, понедельник, по-моему, нам отправляться пора. Что, не судьба, что ли? Ну, она, в принципе, на вид здоровая. Даже глаза не закисают у нее. Ладно, поехали. Может, не надо было перед дорогой кормить? Да она весь день голодна. Испугается она? И она ест. Она не пугается, что багаж закрывает. А, глаза подняла в последний момент. Нам дали целый список, который можно вообще... Он изнутри весь исписан. Кровь сдавать на какие болезни. Здесь их столько всего. На что хочешь. Ребятушки, в общем, я в растерянности, потому что... Я говорю, мне нужно сдать кошке анализы крови, да? Доктор говорит, а что именно? Говорю, ну, какие самые основные? Он говорит, вот все анализы, посмотрите. Вот. И говорит, тут нету, типа, основных. Выбирайте, какие вы будете сдавать. И я просто встала в ступор. Я просто встала в ступор. Я не могу определиться, какие сдавать вообще. Чтобы, ну, где-то основное посмотреть, что у нее там есть, нету. Хотя фиг, я вообще не знаю. Что делать-то? Ну, кошка не чихает, ничего. Все нормально. Ну, в общем, я вообще в шоке. Вот, все, 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 что-то тут было. Тут одна строчка стоит уже, там, 2,5 тысячи сдавать анализы. Вот это, какая тут строчка была? Вот это, по-моему, респираторный большой профиль, по-моему. Помяукай. Ну, вот я хоть ни разу подписчикам не показала. Он мне весь мозг вынес, а на камеру не хочет мяукать. Только так. Вот это походка, вот это походка. Кузя, вот это у тебя походка. Давай, мяукай. Сейчас будет мяукать. Давай, Кузя. Вот это походка. От бедра, от бедра. От бедра, от бедра, от бедра. Пошел. Разворот, поворот. Пошел. Скажите, пожалуйста, так бывает или нет? Они же тут должны быть. На животе, а не на боку. Это как? Это Кузя. Ребята, на самом деле я бы очень хотела поговорить с вами на серьезную тему. Вы уже знакомы с Яной, которая с минеральных вод, она волонтерно помогает бездомным животным. У них очень тяжелая сейчас ситуация. Если с Георгиевском, с Наапаловском администрация заключает договор с организацией, например, у нас эта организация называется ГМУПСАХ, которая вылавливает у нас животных. Я недавно совсем с этим столкнулась, вы видели все видео, как я ездила, разузнавала, видела этих собак. Всех собак привезли, всех стерилизовали. То есть, если у нас проводится, вот только в этом году это началось, стерилизация, вакцинация и выпуск, то в минеральных водах их администрация заключила договор с одним, так сказать, живодером. Почему живодером? Потому что вообще этот человек с Нефтекумска, он приезжает и стреляет собак неснотворным, я не знаю, каким веществом. Снотворное такое, что собаки больше не просыпаются, не возвращаются, собаки исчезают. Еще его видели часто, когда он ездил на мусоросжигающий завод. Собак больше никто не видел. Приют, который числится, на самом деле, когда приезжаешь, там пусто, там ни одной собаки нету, там ничего нету. Ну, не приют, а отловник. Этот человек не всегда там бывает, но когда он приезжает, они просто убивают этих собак. Сейчас не знаю, как там с этим ситуациями, потому что это мне Яна рассказывала весной. Сейчас Яна ездит, каждый день они варят кашу, с девчонками ездят, кормят собак, и там 50 собак, там на какой-то зоне 50 собак. И очень нужна ваша помощь в стерилизации 4 собак. Все эти собаки от 15 килограмм и выше стерилизация стоят около 3000. И дабы не плодить конвейер этот смерти, не размножать, очень нужна помощь. У нее в Инстаграме не так много подписчиков. Она там постоянно делает отчет прихода и ухода. В Инстаграме у нее все есть. Также она завела сейчас YouTube-канал. И, пожалуйста, посмотрите ее последнее видео. Я сейчас опубликую, в комментариях закреплю или в описании видео. Там очень-очень нужна ей ваша помощь. У нее аудитория маленькая на стерилизацию. Там нужно собрать как минимум 12 тысяч рублей, чтобы стерилизовать собак на этой зоне. Дальше собак нужно стерилизовать. Там у них еще есть много точек, где у них есть вот эти сучки, которые плодятся. В общем, собак нужно стерилизовать, дабы они не плодились дальше. Вы знаете, как они плодятся в геометрической прогрессии. Малыш, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вон еще один. Тут это из двух пометов Оксана говорила. Теперь ты мать собак. У кого еда, то ты мать. Маленькую уже сейчас разорвет. Она уже как шарабанчик. Самые истощенные. Ребра одни торчат. Пипец. Они, видимо, его гоняют, потому что он боится с ними в одной стайке кушать. Они его бьют. И вот он, видимо, недоедает. Поэтому такой вот худенький вообще. Отдельно пришла там. Анька. Я к нему пришла. Вот еще подбежали. Кстати, банок я не увидела. То, что мы оставляли с водой. Кто-то, видно, убрал додельник. Сейчас еще одну поставлю. Баночку с водой. Меня встречал вожак. Да. Он уже прыгал от радости, видя меня. Понимаешь? Уже узнали мою машину. Я подъехала. Он уже подскочил. Подбегает. Обнюхал машину. И давай прыгать. Понимаешь? Радоваться. Ну, не на меня прыгать, а рядом. Прям радоваться. Оно прям видно было, что он от радости прыгает. И всех позвал. И он теперь... Ну, они не так, как вчера накинулись. Видишь? Уже поспокойней. Уже не такие голодные. Вы гранили. Там. 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 Играйте.